Друзья, сегодня исторический и легендарный день. Вы видите, у нас есть топ-10 участников, кто сколько пробыл о Доме-2. И вы не поверите, сегодня нам придётся отодрать с доски Майю Донцову. И не поверите, я скажу это глядя в камеру, нам придётся отодрать Бузову. Я посчитал, что Александра Черно находится на проекте 1683 дня. И это означает, что Ольга Бузова уходит в прошлое. Саша, давай сама, отдирай табличку Бузова. Она ломает, о боже мой. Ужас какой. Что за... Блин, помогите мне. Что вы, какое неуважение? Как вы думаете, ломать? Помогите мне. Зачем она плюёт в эту табличку? Саш, мы всех переживём. Артрит, радикулирует. Саша, помните, я потом... Бузова. Саш, не можешь отодрать Бузову, значит табличка останется. Да, конечно. Давай, ломай. Ломать не строй. Ломай её полностью. Давай сама. Помоги мне. Ломай её полностью. Ломать не строй, давай. Давайте, ребята. Слушайте, мне кажется, сама Ольга Бузова её пристандалила. Да. Саш, пока клеем вот этими жидкими глазами. Можешь обработать свою табличку. Саш. Да что? У Бузовой 1682 дня. Ну? А ты сегодня находишься 1683. Давай-давай, клея. Ох, отлично. Ох, как она хочет крепко. Достаточно, Саш, мне кажется. Сейчас, ага. Чтобы меня потом никто не отодрал. Ну, что он её кто-нибудь отодрёт. Саша, не переживай. И тебя тоже отдерём. Мы сегодня отодрали Бузову и повесили просто туда мою табличку. Ну, честно, конечно, приятно. Конечно, гордость, что я вхожу в топ-10 участников. У меня была очень крутая, классная история. Я здесь вышла замуж, я здесь видела ребёнка. И у меня здесь будет ещё одна история, очень крутая, не менее яркая. Может быть, даже и не одна. Майя Донцова, прости. Да. Твою табличку мы тоже отдираем. I'm ready. Алексей, ты должен это сделать. Майя, ну, я отдираю только табличку. Ничего, мы отдираем только таблички, Саша. Всё, Майя так легко отдирают, Саша. Ну, ребят. Клим, иди сюда. Поменяй четвёрку на пятёрку. Четвёрку снимай, вот эту. Окей. А вот тут пятёрку поверь. Алексей, бери свою табличку, наноси клей. Знаешь, я понял, что я-то от Саши недалеко отошёл. Саш, мне надо просто на 40 дней побольше побыть. Надо просто Сашу выгнать. А дай мне колени. Я напоминаю, что Александр Черно обещал нас покинуть 1 июня. Оу. Но дело в том, что ты тоже обещал нас покинуть. Оу, Саш, короче, выживет тот, кто построит отношения. Ты смотри, а у тебя прям опыт, ты, да? Я как будто бы плиточник. Так, давай, Алексей. Алексей Безус ходит в историю Дома-2. Давай. Нужна ли тебе чья-то помощь, Лёш? Ноу. Андрей, а ты сколько был? Я-то с 2017-го ведущий уже, поэтому... Не, ну, когда был участником, сколько? Что ж долго? Итак, друзья, Саша Черно и Алексей Безус ходят в историю нашего телепроекта. Это, безусловно, теперь они в топ-10 участников, которые пробыли на нашем телепроекте больше всего дней. А знаешь, почему, Андрей, так? Потому что мы любим наших зрителей, да! Наш коллектив, да! Я поздравляю всех с 20-летием Дома-2 и желаю, чтобы еще 20 лет Дом-2 шел, еще было создано много парам. Для меня было сегодня таким впечатлением, когда я увидела цифры, сколько здесь родилось детей, сколько здесь дней пробыли участники. Это классно, круто, что такой проект существует до сих пор, и я желаю, чтобы он существовал еще столько же много времени. Сегодня на Дом-2 приехали гости, бывшие участники проекта со своими детьми. Это Настя Дашко с двумя сыновьями и Джозеф с сыном Максимом. Максим занимается спортом, и ребята приготовили для него сюрприз. Аплодисменты, друзья! Ну что, у нас сегодня есть Максим на нашей прекрасной территории Дом-2, и сегодня он нам хочет показать, как правильно бегать с парашютом. Ты на какие дистанции бегаешь? На короткие, на длинные? Вот в чем ты прям вот реально спец? 200 метров. Короткий, да? То есть ты спринтер. Хорошо, сегодня у нас будет бег на коротких дистанциях, а еще и с парашютом. Давайте аплодисменты! Здравствуйте! Слушай, расскажи, как давно ты занимаешься бегом? Полгода. Полгода, да? Отлично, здорово! Сейчас ты нам, старым дедушкам, покажешь, как бегать. Вот, нас Алексей говорит тоже, что бегает, но мы ему не верим, мне кажется, что он прикрывается, поэтому... Сейчас мы посмотрим. Пойдем возьмем парашют. Он такой маленький оказывается, я думал, что он большой. Слушай, а давай сделаем так потом, чтобы Леха без за периметра унесло куда-нибудь. Подождем, опять. Я не унесешь, я уже на табличке вечно, вечно. Ждем у тебя мастер-класс. Так, на старт. Внимание! Let's go! Давай, Макс! Обратно! Все, давай, быстро, 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 быстро! Да! Давай, Санна, беги! Молодец! Беги, Павел, сбеги! Да! Вот это ты молодец! Просто у Сэм был человек скорость. У нас получилось 24 секунды. Давай вот обсудим, например, по поводу алкоголя. Ёс, я правда искренне считаю, что я алкашка. Слушай, у меня сложная жизнь. Ну как, у меня в общем и в целом все раскладано по полочкам. Ты больная. Почему я больная? Какая у тебя сложная жизнь? Сложенная! Как, при этом, сложенная жизнь? Ну типа, я к тому, что, Ёс, я могу... Ничего страшного в этом нет. Саша! Хлам! И отоспаться сутки, а потом, например, неделю работать. Саша, тебе хоть и каждый день вообще проблемы нету. Живи своей жизнью. Я понял уже твой путь. Все, живи! И при этом вести себя достойно. Ничего страшного в этом нет. Я не изменяла никогда. Я была всегда верна. Но я говорила то, чего мне не хватало. Я не говорю, что ты плохой, ты очень хороший, ты очень надежный. Для чего это все ты говоришь, Саша? Я правда не понимаю. Это вот обсуждается, когда люди хотят сойтись. Я тебе говорила то, что я... Я бы попробовала бы... Я не хочу. Я готов. Раз, два, три! Побежал, Лёха! Иди, Лёха, ты иди! Слушай, он туда нормально вот. Блин, ну у него разворот быстрее. Да, разворот быстрее. Может, бы хоть чуть-чуть поддался бы, ах ты, поддался. Блин, так побежал. Не-не-не-не. Безус, ну что, на то, что у тебя нет принципов, мы очень раз это поняли. У тебя 24,6 победил! У Алексея результат 1850-й день на телеструйке. Нет, короче, Лёха, у тебя там был результат какой-то, не знаю, 17 секунд, но у Джозефа палец не поднимался. 24,6 на 6 миллисекунд у тебя малой обогнал. На самом деле, это очень почётно, проиграть молодому, юному поколению. Видно, что Максим очень старается, тренируется. Я даже вот скажу не столько про наш забег, он большой молодец, всё так тактично излагает. Мне очень понравилось общение с ним наедине, и я вижу, как он формулирует мысли. Я понимаю, что мальчик-то очень светлый, очень рассудительный. Я думаю, что это заслуга отца. Я не понимаю, мы не были год вместе практически. Нет, вот понимаешь, какая разница, что было за этот промежуток времени. Я тебе говорю о другом. Саш, потому что ты живёшь без принципа, понимаешь? Сегодня я бы захотела туда пойти, ты пойдёшь. У тебя нет такого, что вот там вот важно, там ответственность. К сожалению, так сложилось, что ты безответственная, это нормально. Мне не нравится, мне не нравится то, что так говорится, что я безответственная. Я ответственный человек. Это неплохо, в чём ты ответственна, скажи мне. В смысле, Ёси, у меня есть ответственность за моего сына, например. У меня есть денежные обязательства, понимаешь, о которых я каждый месяц думаю. Почему ты так говоришь? Саш, я говорю, потому что это не с плохой стороны. Нет, ты говоришь, что с плохой стороны, Ёси. Тогда давай вообще не говори. Зачем мы вообще говорим? Потому что, Ёси, не надо делать, понимаешь, так, то, что якобы виновата только я. Я сказал, что виновата. У тебя тоже есть косяки. Всё, хорошо, я виноват, у меня есть косяки, давай мы закроем это. Стоп, я не говорю, что только ты или только я. Я говорю о том, что мы виноваты вместе. Но я тебе ещё раз говорю, если эти общие косяки исправить, то у нас мог бы получиться хороший союз. Но не с подачи, что виновата только ты, Саша. Ты вот это, вот это, вот это. Потому что это неправильно. Я думаю, что он не хочет, да, действительно признавать просто то, что он хотел бы восстановить отношения. Потому что я уверена в том, что он меня ещё любит. Но сегодня весь день он называет меня предателем. У меня ничего не изменилось в моей позиции. Ёся на 90% мне подходит. Если бы он готов был поменять в себе что-то, 100%, да. И мы бы прожили до конца дней своих. Я не хочу полностью быть лысым и тратить свою энергию впустую. Когда есть другие девушки, которые воспринимают меня таким, какой есть. Весёлым, позитивным. Так зачем мне тратить время там, где меня унижают, когда я могу пойти туда, где меня восхваляют. Просто женщины почему-то считают, что за ними мужчины должны бегать. Нет. Женщины должны бегать за мужчинами. Потому что, простите, мужчины вымирающий вид. Их практически не осталось. Поэтому цените то, что имеется. То, что осталось. Сына, мы начинаем! Аплодисменты! Клима, Клима, давай! Он сразу! Опа! Давай, давай! Однозначно, я всегда болею за свою семью. И мне всегда хочется, чтобы именно мои мальчики побеждали во всём. Ирина говорит, Сань, ты знаешь, я на него вообще другими глазами посмотрела. Вот он один в один, мой бывший муж. В истории Дома-2 было что-то похожее? Ой, да в истории Дома-2 чего только не было. Мне нужно, чтобы ты сказала, да, я хочу этого. Мне хочется помощи. Может быть, я сама не вижу каких-то очевидных вещей. Нелли попросила её открыться, стать собой. А для Кати это как снять кожу. Сегодня на Дом-2 приехали гости. Бывшие участники проекта со своими детьми. Джозеф с сыном Максимом и Настя Дашко с двумя сыновьями. Климом и Лукой. Ну, что, сынок, я хочу тебе сказать одно. Друзья, женщины, всё проходит, но только дети. Дети это навсегда. Чтобы устроить для гостей незабываемый день, участники проекта приготовили спортивное состязание. Итак, аплодисменты, друзья! Лука у нас серьёзный боец. Сколько ты уже занимаешься боксом? Нисколько, одну неделю. Одну неделю занимаешься или больше? Братик, в рёд, да? Больше. Скромный Лука у нас. Лука нам покажет своё мастерство на наших участников. Можешь любого парня выбрать. Смотри, у нас есть Джозеф. У нас есть Сергей. Давай Джозефа выберем. В синем углу у нас Джозеф Мангале. В красном углу у нас Лука. Аплодисменты, друзья! Итак, гонг, всё. Давайте, бой. Покажи пару приёмов. Защита. Опа, всё, давайте. Оп, давай, давай. Активнее, активнее, друзья. Активнее. Активнее. Ого. Ну-ка, с другой стороны заходи. Чуть-чуть. Да. Оп, оп, оп. Давай, давай, давай. Вот это бой. Он просто избивает, забивает его. И так видно, что Лука у нас играет первым номером на ринге. Кто болеет за Луку? Кто болеет за Джозефа? Вау. Вот это бой. Вы посмотрите, вы посмотрите просто, что они творят. Гонг. Первый раунд. Аплодисменты. Всё, Лука, Лука, вот и ваш вкус какой-то выносливый парнишка у нас. Я теперь. Ну, а теперь у нас будет серьёзный бой в более высокой категории. Мы вызываем сюда старшего брата Клима под аплодисменты. Итак, Клим, кого будем выбирать? Смотри, вот у нас тут парнишка есть. Максима. Максим, готовься, если не боишься к бою. А пока аплодисменты. Так, ну-ка, давай, покажи двоечку пока, разминочка. Давай. Раз-два. Раз-два. Давай. Раз-два. Раз-два. Ну-ка, троечку давай. Раз-два-три. Давай. Раз-два. Ты хорош. Макс, на тебя смотрит Элина Рахимова, поэтому ты не должен опозориться. Элин, не хочешь поддержать любимого? Хочет. Да? Ну так, где там кричалки? Макс, там давай. Ну, может, поцелуй в губы, он проиграет сейчас что-то. Не можешь поддержать. Ну что, Клим, давай, надеём. Ребята, гонг. Максим, давай. Все, мы начинаем аплодисменты. Клима, Клима, давай. Он сразу. Опа. Давай, давай. Давай ему ударить. Клим, давай ещё, нападай. Макс, ловки, ловки, смотри. Опа, забил. Спасибо. Клим тоже. Участвует первым номером. Клим только атакует и атакует. Клим, давай троечку. Троечку я тебе показываю. Раз-два-три. 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 Опа. Всё, ребят, это всё. Клим, клим. У нас победитель. Победитель у нас. Эмоции, ну, зашкаливают. Однозначно, я всегда болею за свою семью. И мне всегда хочется, чтобы именно мои мальчики побеждали во всём. Мне приятно, что у меня такие активные мальчики. Я переживала, что, возможно, они там засмущаются, застесняются новых людей. Но прям гордость меня переполняла. Так, Макс, я тебе дам подсказку. Пока я тебе снаряжаю, подумай, кого бы ты хотел вызвать на ринг. Алексея, вот. Да, Лёх, что ты, испугался, спрятался там. А ну, давай, выходи. Давай, ударь, что там? Раз-два. Давай, раз-два-три. Всё, молодец. Лёх, тех она. Ребят, у нас третий бой. Аплодисменты Алексея Мезус против Максима. Начинаем бой. Давай. Уважуха, уважуха. Хлопочек, хлопочек. Отлично. Так, ухотя, предложи. Давай вместе. Алексей пытается договориться с ним. Давай, судьи не забьём. Давай ещё три. Раз-два. И забьём судьи. Давай, давай судьи, Макс. На ней не судьи, давай. 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 Не волнуйся. Даш, давай. Давай. Это, если у тебя девчонок, который подчинный прайс. Так, молодёжь, налетайте на лёжку. Давай, налетай. Думай с ним. Без перечала. Давай. Лука, надо помочь. Итак, вот так вот у нас спорт объединяет людей. Аплодисменты, друзья. Я могу только сказать, берите пример отцы. Занимайтесь своими детьми так же, как Джозеф занимается Максимом. Потому что приятно смотреть, когда вот дети растут именно такие. Все, бой начали. Максим, ты даже здесь проиграл. Максим, ты проиграл. Все. Он проиграл. Ты проиграл. Ты проиграл. Ну как, ты нападу лезешь, а он проиграл. Я судья не был. Я судья. Хи-хи-хи-хи. Своим местам. Макс, ты можешь как-то прокомментировать, рассказать? Как ты отказался от одной, а оказался с другой? Ну, мы просто приняли такое решение, что останемся друзьями. С Катей. А как можно остаться друзьями, если ты ее бросил и променял на подругу, внимание? С чего ее бросил? Я услышал ее ответ, что она меня рассматривает как друга, видит как брата. И я это принял. И даже на самом деле, честно, сильно почему-то не огорчился. Честно, сильно не огорчился. Интересно, почему не огорчился-то? Скорее всего, скорее всего, чувства просто, может быть, легли к другому человеку. Легли. Легли. Нервно она держит в руках вот эти самые очки. Вы чувствуете к другому человеку? Ильин, спасай ситуацию. Что? Я как раз таки не спустила. Легли. Дальше что было? Я еще не легла. Еще пока. Еще пока. Ну, можно сейчас какое-то яркое заявление? Вот все здесь сидят на лобном месте. Яркое заявление? Давайте сначала подумаем, что... Ильин, что так нервничаешь? Я не знаю. Ты нервничаешь, нервничаешь, расслабься. Ильина сказала, будем целоваться, когда объявим себя парой. Я тебе говорю, я сегодня слышала. Я помню, я помню, помню. Вот. Сегодня второй шанс. Давай. А сегодня мы в этом кругу не объявим себя парой. Минечка. Молодец. В данном кругу мы не объявим сегодня себя парой. Странно. Но. А в каком кругу ты объявишь себя парой? Вот расскажи мне. Но. Не отменяет такого момента, что это может случиться в любой другой день. Может и завтра. Анжела, вот скажите, пожалуйста, вот мутный всегда ваш племянник был? Ну, не мутный, он рассуждает. Он не торопится, вернее. Ильин, скажи, пожалуйста, вот у тебя с кошки не скребутся на душе? Честно сказать, что где-то неловко. Не так, что я прям что-то сделала по отношению к Кате плохо. Для меня это важно. Я не буду это скрывать. Потому что один раз мы с Катей уже ругались из-за мужчины. Не хотелось бы второй раз повторить такую ошибку. Катюнь, ну не обидно, что и мужика потеряла, и подругу в один день. Я хочу сказать, что если у ребят сложится, я порадуюсь как за Максима, так и за Элину на самом деле. Если у них глаза горят друг на друга, я желаю им только любви и счастья. Ладно, Черно, вот ты врать не будешь. Что происходит? Слушай, на самом деле, я помню, я просто тогда приехала, вроде как у Элины было не сильно интереснее. А потом, я каждый... Они, короче, как-то выехали втроем. Элина говорит, Сань, ты знаешь, я на него вообще другими глазами посмотрела. Вот он один в один мой бывший муж. Ты тоже, да? А я с утра, кстати, это говорила. Вот, а мы все помним, какое у Элины было особенное отношение. Вы добрые, вы что-то говорите вообще. А кто не знает, мы сегодня узнали интересные подробности, что муж Элины был младше ее на 5 лет. Да. Все как ты любишь. Он ей очень сильно напоминает. Да, и он ей очень сильно напоминает, и поэтому я думаю, в принципе, ну вот на этом легке, на лайте, возможно, действительно что-то получится. У нас сегодня на лобном месте психолог в сексуальных отношениях Виктория Бекиева. Вот Максим, вот смотри, вот он мутный или еще неопытный, или вот что в нем? Вот мы каждый раз доживаем до лобного места, и он начинает лить воду. Пока я вижу то, что он не может четко обозначить, кто ему нравится, почему нравится, на каких ориентирах. Но я хочу сказать, что мужчины чаще проявляют симпатию к тем женщинам, кто им подает сигналы. То есть они больше ведомы на то, что женщина проявляет симпатию. Мне кажется, Максим, в этом смысле ты вот как настоящий мужчина. Ведомый. И делаешь на зов женщины. Я подозреваю, что все-таки Элина действительно какой-то сигнал, возможно, ему дала. Угу, спасибо. Настя Дашко, вот давай поспоминаем, вот в истории Дома-2 было что-то похожее? Ой, да в истории Дома-2 чего только не было. Проще, наверное, спросить, чего не было. Да, безусловно. Ну вот в твои времена было вот так, что две подруги встретили в тихом лесу одного парня? Дома-2 же всегда позиционирует себя и показывает то, что может быть в жизни. А в жизни это довольно-таки распространенная ситуация, когда двум женщинам нравится один мужчина. Это нормально. Но другой вопрос, если девочки между собой, у них нет никаких разногласий и конфликтов, да, то, собственно говоря, тут выбор за мужчиной. У них между ними, я так понимаю, никаких конфликтов нет. Хочу сейчас спросить Джозефа. Мне хотелось бы как раз-таки узнать, вот девчонки-то прям могут его там дожать, да, как-то? Вот как ему выкрутиться из этой ситуации? Мне кажется, вот вы похожи прям, Джозеф. Не, мы не похожи. По цвету кожи разные. Да не по цвету кожи разные, не, если честно сказать. Ну только это и отличает вас. Не, ну если сказать, я думаю, что Элина уже все сказала, все дала понять, что, дорогой Беб, возьми меня, а он там, я не знаю, не знаю. Ну может, какой-то совет ему дашь? Макс, сынок, потому что мой сын тоже Макс зовут. Сынок, послушай меня, возьми ее в оборот. В принципе, какие обороты, она уже готова. В принципе, бери, а что тут? Сюля тебя, сынок. А мы идем дальше. Есть еще одна девушка, которой нужна помощь. Новенькая Катя. Вчера Андрей уехал к себе домой, сказал, через три дня вернусь, вот и поймем, кто мы друг другу. Соскучаемся или наоборот разойдемся. Ты как чувствуешь? Вот тебе без него легче или наоборот не хватает его? Мне наоборот не хватает его, на самом деле. Вот я даже здесь сижу сейчас и понимаю, что мне намного теплее и комфортнее, когда он рядом со мной. Ну я чувствую вот эту вот грустинку. Мне его не хватает, это правда. Но ты помнишь, когда вы вчера расставались, и он сказал, мне не хватает темперамента. Вот как ты думаешь, вот как возможно себя поменять? Ну может быть в целом просто стать легче. Мне этого не хватает вообще. Вот я просто не понимаю, красивая, молодая, занимаешься танцами, никакого насилия в твоей жизни не было, никакой травмы не было. Прям вот как старушка. Ну никто же не знает историю моей жизни. Что мы должны узнать о тебе? Ну не хочу я, не готова раскрываться, более так... Подожди, как тогда к тебе найти ключ, если ты вся закрыта, ты как ежик? Я бы это сделал вот именно, что Андрей, чтобы он попытался, он не узнает меня. Подожди, он парень хороший, но он простоват. И ты хочешь того, чего, ну, как бы очень сложно просить от него. Ну если он мне этого не даст, значит наши отношения точно, ну, не продолжатся. Вот смотри, он меняется, да, и мы это видим, ты сама это озвучиваешь. Да, он не идеален, но он действительно идет к тебе навстречу ради тебя и твоих отношений. Ты всегда в миноре. Вот как убрать минор? Проявись, раскройся. Улыбаться больше, смеяться больше. Давайте спросим молодое поколение. Клим, иди ко мне. На секундочку. Ты большой эксперт в этом вопросе, я знаю. О, вот это у тебя глаз интересный. Итак, Клим, смотри, вот видишь девочка Катя. Ну вот смотри, она все время не улыбается. Вот как сделать так, чтобы она улыбнулась? Не нравится же мальчишкам, правильно, когда девчонки грустные? Вот что нужно сделать для того, чтобы она улыбнулась? Спросите, что тебе надо? Что тебе надо вообще? Что тебе надо? Ну, меня просто, если честно, раздражает вот все, что происходит сейчас. Я согласна. Я не говорю, что я суперлегкий человек, но я просто знаю, вот все со мной, что? Сначала раздражает, потом торг, агрессия, вот это принять, и все, встать, у тебя пройдут. Вот я сегодня общалась с Клавой, допустим, да? Я спрашивала совета у Клавы, задала ей вопрос про ее историю. Вот она говорит, а у меня все просто. Вот мы в первый же день там переспали, через неделю заселились, а Игорь как бы на меня вообще там не обращал изначально внимания, и не нужна я ему была. Слушай, Катя, знаешь, в чем момент? У каждого своя история. Вик, вот, смотри, почему у нее такая низкая самооценка? Мне кажется, что Катя считает, что действительно весь мир как будто бы против, и нуждается в поддержке. На мой взгляд, на данный момент она не получает этой поддержки, которая ей нужна. И я думаю, Катя, тебе тяжело воспринимать обратную связь от людей, и мы очень часто еще... Смотри, можно я присяду? Вот смотри, почему ты думаешь, вот, что все против тебя? Вот смотри, я тебе скажу, что у меня нет задачи тебя как-то загнобить. Тебе, наоборот, хотят помочь. Но чтобы тебе помочь, мне нужно, чтобы ты сказала да, я хочу этого. Ну, конечно, мне хочется помощи. Может быть, я сама не вижу каких-то очевидных вещей, но мне сложно почему-то. Катюнь, ты как ежик. Я тебе правда говорю. Ты прям вот как еж, и ты думаешь, что все против тебя. Можно мне? Мне просто не могу остановиться плакать. Можно? В дом пойти иди. Спасибо. Вик, а пройди вместе с ней, можешь поговорить сейчас? Да. Спасибо. Прекрасная невеста. Посмотри на моего папу. Он прекрасный, хороший. Может быть, я реально какая-то не такая, и поэтому, честно, не знаю. Очень благодарна за то, что в момент, когда мне было очень плохо, оказался рядом человек, который смог меня выслушать. Какая перспектива в отношениях? У Элины 28 лет и Максима 24 года. Так, я решаю сама, я выбираю сама. Мой выбор, делаю то, что хочу. Вау! Это красиво приселок, но ножка на ножку. Леша именно тот мужчина, благодаря которому я могу раскрыться как женщина. Не хочу, чтобы она сформулировала свои цели и свои взгляды, как она хочет жить. И от этого мы уже оттолкнемся. Я напоминаю, что скоро нам 20 лет. И к нам приезжают в гости участники со своими детьми. С утра мы уже познакомились с Настей и ее замечательными мальчишками Лукой и Климом. Да, привет, Джозеф. А вот про твоего сынишку мы знаем только в соцсетях, что он великий спортсмен. Ты женат, скажи, вот начнем с этого. Нет, я не женат. А как с личной жизнью? Вообще все плохо. Потому что у меня есть работа, которая меня очень сильно держит. И новый проект свой, который я запустили. Макс, вот какой папа? Папа хороший. Хороший, раз. С ним можно сходить куда угодно. А вот скажи, твое главное правило, которому ты учишь сына? Быть добрым с людьми и не делать то, чего не хотел бы, чтобы делали. Вот, все просто. А что тебе, за что тебе стыдно, Катя? Ну, то, что плачу, слабая. Проявляю слабость свою. Смущает вот обратная связь от участников, да? Да, очень. Я прям... Она для тебя какая-то раннещая тебя. Ну, то есть почему? Как будто это не про тебя или как будто тебе страшно с этим сталкиваться? Мне страшно. Может быть, это связано там с какими-то моментами, которые в детстве со мной произошли. Это напоминает. Меня перевели в новую школу. Мне устраивали бойкот. У меня была здесь бородавка. Мне ее убрали. Они меня там... Я шла по коридорам, назвали меня бородавкой. Ну, и могли там запереть где-то, за волосы там оттаскать. Ну, как бы... И как ты с этим справлялась? Я... Ну, маме я потом уже под конец рассказывала. Мама пыталась уладить конфликт. Она звала их домой ко мне в гости. Наверное, как триггер какой-то срабатывает, что типа вот все там... Против. Как будто бы против, и мне становится прям, ну, невыносимо. Макс, а ты мог бы вот как-то на всю страну отрекламировать своего папу? Чтобы вот достойная девушка вот появилась у него в жизни, и он был счастлив. Прекрасная невеста. Посмотри на него, моего папу. Он прекрасный, хороший. Мой любимый папа. Прекрасная невеста. Слышит ты нас или нет? Ну что же, пойдемте узнавать наших гостей дальше. В ночном эфире все самое интересное. Не переключайтесь. Мы счастливы. То, что ты сейчас рассказываешь, это очень важно. Ведь действительно, это похожие эмоции, да? То есть это травматичные события, получается, детство. Вот Нелли сказала, что не было насилия, но по сути это эмоциональное насилие. Там и физические моменты были. Мне могли ударить в живот, мне вызывали как-то скорую. И я просто до сих пор не знаю почему. Мне кажется, может быть, я реально какая-то не такая. И поэтому, честно, не знаю. А где был папа? Нет, нигде папа. Папа не знаю. Он живой, но он у себя, мы с ним не общаемся. Но он не хочет. Тогда его тоже не было рядом? Вы не общались тогда? Нет. Я уверена, что именно из-за этого у тебя сейчас такие серьезные эмоциональные сложности. Потому что ты оказалась как в новом садике, в новой школе. Я очень благодарна за то, что в момент, когда мне было очень плохо, оказался рядом человек, который смог меня выслушать, уделить мне время. Для меня это было важно, и мне стало легче. Андрюха, прием. Андрюха, прием. Да, да, да. Тут такое дело, она плакала, лобная, все, и после лобного, что-то на себе места не находит, не знаю, очень странное у нее сегодня поведение. Видишь, в чем проблема была связаться и пообщаться нормально по телефону, потому что я 7 часов ехал. Ты мне про вас лучше расскажи, как вообще общение у вас проходит? Все отлично, у нас все отлично, общаемся. Ну, ты мне скажи самое главное, вот ты сейчас сутки был без нее, там соскучился, мысли, может, какие-то по поводу нее вообще ждать тебя или нет? Конечно, конечно, я соскучился в любом случае. Я на самом деле в тебе узнала себя, я раньше тоже такая была, и ты когда описывала вот эти свои чувства, поэтому я, может быть, не полностью, но я могу у тебя понять. А как у тебя с доверием? Вообще нет, мне кажется, что, и мне, конечно, стыдно об этом говорить, ну, вот, что я недостойна всегда, что, ну, вот, недостойна чего-то вот хорошего, как будто бы недостойна, да. И изначально заранее не доверяю, мне кажется, что, ну, обманут, ну, предадут. Ну, может, поэтому ты пытаешься вот через вот эти свои, как бы, недовольства партнеру показать, что я тебе не доверяю, не доверяю, докажи мне. Ну, и да, и мне это важно, я, ну, вот, мне безумно важно этот момент, потому что иначе я не могу раскрыться. Катя смогла раскрыться, смогла мне рассказать о себе. То, что сейчас с ней происходит, это отражение того, что с ней происходило во втором классе, когда она перешла в новую школу, и ее булил класс. Сейчас мать пыталась задобрить этих детей, она не дала поддержку ей, и игнорировали учителя эту всю ситуацию. И вот сейчас ей кажется, что происходит нечто похожее, что весь мир обозлен, что все на нее наезжают. Конечно, она защищается, потому что просто так взять вот и снять с себя весь опыт она не сможет. Это практически невозможно, потому что Нелли попросила ее открыться, стать собой, а для Кати это как снять кожу. Так, пацаны, Лука, иди сюда. Вы сегодня большие молодцы, давай пять. Крутой бой показали. Кс, они видели? Лука, давай пятенечку. У крутых пацанов, я считаю, должны быть крутые тачки. Какая тебе больше нравится, да, по старшинству? Ламба? Лука, иди сюда, смотри, какая машинка? Ламба? А это моя машинка. А это твоя. Буга, это английская машина. А эту? Вот эту? Нет, у меня. Смотри, какая крутая, давай распакуем, посмотрим. Тетю Катю Максиму один бросил, она решила другого Максима порадовать. Да, Максим, иди сюда ко мне. Вместе будем распаковывать, прекрасно. Я знаю, какая машинка крутая, она на пульте управления, представляешь? Любишь гонки, да? Давай вместе распакуем. Посмотри, давай, доставай от тебя. Где? Вот тебе. Ой. Мужчины какие большие. Ух ты. Вау. Это мы с тобой будем теперь гонять? Еще. Да? Так а ну, с тобой болты открутите. Хорошо, мы сейчас все с собой делаем. Скажи, пожалуйста. А мы Макса с собой не будем брать? Макса, второго моего друга. Не, пусть будет. Сколько пусть будет, да? А мне сказали, что ты занимаешься легкой атлетикой, ты еще и бегаешь, да? Угу. И на шпагат умеешь садиться? Угу. А покажешь мне? Угу. Мне очень интересно. Я тоже раньше садилась на шпагат. Ух ты, ничего себе. Я думаю, что... Обалдеть. Какая у тебя пластика. Я очень благодарен это место за все, что мне подарило. Это место мне подарил прекрасные люди. Опыт жизни, опыт огромный. Поэтому всегда приятно возвращаться сюда. Это всегда много воспоминаний. Поэтому... А тем более еще с сыном. Я очень рад. Итак, какая перспектива отношений у Максима? 24 года и Кассирина 21 год. Ой. У меня нет перспективы. Нет. О, ну тут дело в тебе, в твоем характере. Не-не-не-не-не-нет. Короче, тебе он точно не подходит. У тебя вообще другой мужчина нужен. У тебя очень много сомнений, переживаний. Все это будут споры, недоговоренности. Короче, он тебе вообще не подходит. Перспектив никаких нет. Как она от тебя просто говорит. Посмотри на карту. Посмотри, реально. Тихо не трогать. Они с кладбища. Нельзя трогать. Какая перспектива в отношениях? У Элины 28 лет и Максима 24 года. Сейчас порчину по носу сделаю. Ох, как интересненько. Тут больше твоему папе это не понравится. История ошиблась. Он и тут успел. А тут шут гороховый. Так. Ты сейчас смеешься? Они вообще мне говорить ничего не будут. Я просто вижу, как достают карту первую. Там женщина рыдает. Я смотрю, видно, неспроста интересуется. Макс молод. Но как бы все мы, женщины, хотим перспективы. Как бы будущее, безопасность. Это нормальная природа. Такое вот явление. А карты говорят, что надо будет поднажать двоим. Тут больше все в иллюзиях. Но вот взрослый мужчина, ему это очень сильно не понравится. Но, да, к чему? Вообще, вот, несколько есть вариантов. Либо Элина будет топить до конца. Из этого может получиться что-то хорошее. То есть, в плане, как бы, около семьи. Но, как бы, не скажу, что это прям замужество. Но ты будешь чувствовать себя прикольно. То есть, ты как-то вот окунешься в новые чувства. Но также, если ты все-таки послушаешься взрослого мужчину, то опять это как злой рок. И то, что ты будешь одинокая. Честно? Честно сказать? Да. Мне папа сейчас писал. А что написал? Мне нравится Максим? Не, ну, как бы не то, что не нравится Максим. У меня любые какие отношения начинаются с мужчиной. Мне папа сразу пишет. Папа в деле не остается. Когда Клава говорит, что отец, я такая думаю, ё-моё, я же несколько минут назад общалась с папой. И вот думаю, как поступить. Короче, все решается у меня почему-то опять через папу. Но, возможно, надо действительно вот так вот. Так, я решаю сама. Я выбираю сама. Мой выбор. Делаю то, что хочу. А что чувствует Максим к Элине? Ой, интересно. Даже побольше достану. Слушай, ну, у него вообще очень много у самого по себе переживаний. Типа, знаешь, если ты ему как руку помощи протянешь, то из этого что-то может получиться. Он будет тебе отдавать. То есть, ну, будет реально как-то вот на тебя по-другому смотреть. Но вообще у него скоро будет как бездействие. То есть он опять запутается. Ему вот, ну, нужно либо ему как-то помочь. Если ты как-то дашь вот ему вот какую-то такую, даже не поддержку, то есть даже какую-то симпатию, что он будет понимать, что да, тут 100% да, он будет действовать. А типа так, он будет, у него опять будет бездействие, опять депрессия. И он будет это все заливать волшебными напитками, чтобы скрыться от самого себя. Леша пригласил меня на свидание. Ну ладно, наконец-то! И тебя нужно одеть. Да. Но так, знаете, чтобы было и сексуально, и сдержанно. У меня есть и дуракальное платье красивое. Давайте накидаем варианты. Давайте. Вот несколько. Я принесу свое, ты свое, и ты померяешь. Хорошо. Давайте, я уже готова, я бегу к тебе. Кать, Кать, расскажи мне, пожалуйста, как понравится Леша? Леша? Никто. Другой так не знает, как ты. Слушай, надо кокетничать, кидать взгляд, флиртовать. Леша все это очень сильно любит. Поддерживает с ним глубокие разговоры, философские вот эти вот всякие вот это, полет мыслей, фантазии. Вот это, понимаешь? А мой вопрос, Настя, ты идешь на свидание с Безусом, цель какую преследуешь? Соблазнять и очаровывать. Ты хочешь на свидание что получить? То есть ты будешь прям полностью раскрепещена? Полностью раскрепещена. Да, но меня смущает, что Леша очень хочет много тактильности. Конечно. И я хочу сделать так. Я хочу сделать так. Кать, подскажи, как мне сделать так, чтобы вот не было много тактильности с его. Я его могла держать на дистанции. Мне кажется, Леша умеет вести культурный круг. В этом платье ты точно будешь держать его на дистанции. Я знаю, что Леша не поступит со мной так, как с другими, потому что у меня есть свои принципы. Также у меня есть в запасе несколько женских уловок, как держать мужчину на дистанции. А что ты ее открывать собираешься? Трусы? Ты куда лезешь-то, блин? Я не открываю ее. Вот. Пройдись. Давай, пройдись. Проходись, давай. Все, поехали. Давайте что-то более... Давай. Поверь, это очень элегантно и очень красиво, кстати. Пошла. Молодец, потом выше показала письма. Молодец, пошла, пошла. Молодец, что мне очень нравится. Вау! Ты красиво присела, но ножка на ножку, я тебе не дам. Все, право, право. Так, второе. Что, нет, идеально, зачем? В этом идет? Да, все. Я думаю, что Настя очень быстро адаптируется. Очень приятные тенденции нашего коллектива, поддержки, вот это вот понимание. Я считаю, что Настя должна это ценить, это первое. Во-вторых, она выглядела очень прекрасно. Настя, она приносит тебя надевает конкурентка, которая тоже претендует на Безуса. И не претендует он. И хорошего вряд ли она тебе посоветует, понимаешь? И ушла. Леш, я одеваюсь на свидание наше. Нифига себе. На которое ты меня пригласил, да? Да. Вот смотри, вот есть такое платье. Красивое. Красивое? Да. Петяк могу дать сверху. Бывало ли у тебя такое, что тебе нравится девушка, но ты держал дистанцию и боялся к ней прикоснуться? Наверное, совсем в юности, да. А вот сейчас, если нравится, берешь прям сразу же. Ну, я прямо говорю, да-да, нет-нет. Я решил устроить свидание, чтобы узнать Настю лучше, чтобы позволить ей просто расслабиться и понять, что здесь нет врагов, тем более в моем лице. Что у меня намеренные самые откровенные, чистые. И в целом я говорю обо всем прямо. Чудесный ресторан, чудесное место, чудесная обстановка. И вот Анастасия. Анастасия, как настроение? Очень все, приятно. Приятно. Набираем покушать. И будем обсуждать наши насущные вопросы. Только самые интересные, самые лучшие, чтобы мы расцветали. Ну, знаете, о романе еще пока рано думать. Я думаю, что Леша именно тот мужчина, благодаря которому я могу раскрыться как женщина. В плане сексуальности, раскрепощенности. Стать более открытой к миру, именно как женщина. Я хочу, чтобы она сформулировала свои цели и свои взгляды, как она хочет жить. И от этого мы уже оттолкнемся. Но сегодня поцелуй щечку уже был. Подъем, подъем. Птички там уже. Там уже птички поют. Она с ним ночует потом, понимаете, чтобы я отошла в сторону. Мне нужно самоутвердиться, чтобы кляиться к парню-подруге. Я другая чуть-чуть. Все, меня бомбит с каждой ситуацией все больше и больше. Почему мужчина спит с другой девушкой, а я должна подходить и разговаривать? Ты пси на зла, Эля. Готовься, готовься, чтобы пси на зла тебя будут кусать. Почти встречать папу. Привет. Для нас семейные ценности – это важно, ценно. Мы традиционных каких-то взглядов. Я готова тебе родить ребенка. Ого, там все сегодня? Комоди, кроватка, коляска и все, можно ехать в ротом рожать. Я говорю, Катя, блин, ты... А, я приехала с Лешей. Да, вот так и было, так и было. Мне начать тревновать или не стараться? Не, ну ты что, мы... А почему она светится тогда сегодня? Алексей не интересен мне как мужчина, но это правда. Здрасте. Здрасте. Здравствуйте. Я вот экскурсию провожу. Здрасте. 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 Продолжение следует...